В эфире канал России итоговая информационная программа событий недели. В студии Ашемец Пхешхов. Доброе утро. На этой неделе в стране отметили самый молодой государственный праздник – День народного единства. Из-за ситуации с коронавирусом массовых мероприятий практически не было. Так, президент России Владимир Путин после возложения цветов к памятнику Мининому и Пожарскому провел онлайн-встречу с лидерами традиционных конфессий. В видеоконференции принял участие и председатель Координационного центра «Мусульман Северного Кавказа» Исмаил Хаджибердзеев. Все были едины во мнении, что только благодаря созиданию дружбы народов, патриотизму мы имеем возможность жить и работать под мирным небом. Президент России Владимир Путин поддержал идею о принятии на международном уровне закона о запрете оскорбления чувств верующих, которое предложил муфтик Карачаева-Черкесии. Глава государства намерен дать поручение Министерству иностранных дел страны продумать данный вопрос. На сегодняшний день самое волнительное то, что было, это то, что творится у нас во Франции. То, что там случилось, это именно провокация. Страшная провокация. Вот провоцировали людей. А этот молодой человек, он ни о чем не думал, взял нож и пошел резать. Как будто он этим исправит что-то. А если был бы этот закон, то тогда уже по закону наказывали бы тех людей, которые совершают вот эти вот оскорбления чувств верующих. И поэтому я попросил президента Вадима Владимировича, чтобы он обратился в ООН, в Совет Безопасности ООН, вот с этим предложением. Мне кажется, это ему понравилось. И он сказал, что он даст поручение Министерству иностранных дел, чтобы они проработали, как это и что это будет. Если этот закон примут во всем мире, мне кажется, тогда вот этих вот конфликтов на основе религии будет мало. Если человека оскорбляют насчет его религии, то тогда он делает все то, что мы видели. На мой взгляд, это делают те люди, у которых нет никакой веры. Ни в свою религию, ни в какую-либо другую религию. Когда человек неверующий, то он может себе позволить все, что захочет. Вот это самое страшное. Христианин верующий, он никогда не сделает ничего плохого верующим мусульманинам или иудеям, или кому-нибудь другому. А если он не верит, тогда отдали для него свободу слова, и он может говорить все, что захочет. Вот этого нельзя делать. Подарком ко Дню Народного Единства для жителей микрорайона Московский стала новая универсальная спортивная площадка для игровых видов спорта. Из Усть-Джигутинского района репортаж Аллы Динаевой. Педагоги, школьники и волонтеры, одетые в синие и красные жилетки, собрались на новой универсальной площадке гимназии номер 4 на торжественное мероприятие. А Диляра Харатокова готовится к исполнению песни. Сейчас я буду выступать с вокальной эстрадной группой «Акварель». Мы будем петь песню. Ну, надеюсь, что всем понравится. Какую песню? «Васильковая страна». А ученица восьмого класса четвертой гимназии Лейла Салпагарова любит волейболы. И чтобы поиграть в эту команду и спортивную игру, они собирались на других спортплощадках. Я играла вместе с своими друзьями на спортивных площадках возле нашего дома или по московскому. А сейчас я смогу заниматься более профессионально вместе с нашим учительом физкультуры. Я этому очень рада. Рады собравшиеся и подарку главы республики Рашида Тимрезова концертной аппаратуре, которую преподнесли 4-й гимназии. Спортплощадка построена в рамках целевой федеральной программы развития физической культуры и спорта в России на 16-е и 20-е годы и федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Сегодня мы открываем уже седьмую площадку на территории Усть-Ягутинского муниципального района. Хочу поздравить наших ребят и большого спортивного будущего. От имени министра спорта Горача Черкесской республики хотел бы присоединиться тоже к поздравлениям. Поздравим всех с сегодняшним праздником, Днем народного единства. Пожелать всем мира, добра, благополучия. Почетное право разрезать ленту предоставили главе Усть-Ягутинского района Мурату Лайпанову и заместителю министра физической культуры и спорта, чемпиона мира по борьбе с самбо Мурату Агирову. А первым спортивным событием на новой площадке стал товарищеский футбольный матч между командами «Победа» и «Красногорец». Учителя, тренеры, учащиеся спортсмены и жители микрорайона Московские получили отличные условия для качественного досуга. А спорт, как известно, дарит нам энергию, здоровье, упорство, силу духа и красоту. Спорт – понятие многостороннее. Для от них это укрепление здоровья, а для других – профессиональный спорт. А на этой универсальной площадке можно погонять в футбол, поиграть в баскетбол, волейбол, смотря что вы любите. Создание условий для устойчивого развития региона является одной из важнейших задач государственной политики. Сельские территории обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом. При рациональном их использовании можно обеспечить устойчивое многоотраслевое развитие, полную занятость, высокий уровень и качество жизни сельского населения. Какие шаги в этом направлении предприняты в селе Николаевское Прикубанского района, расскажет гость программы, глава Николаевского сельского поселения Хасан Урусов. С ним встретился наш корреспондент Мурат Дженкёзов. Добрый день, Хасан Мухаджирович. Сколько населенных пунктов входит в Николаевское сельское поселение, какова их численность и национальный состав? Наше Николаевское сельское поселение вообще-то входит в три села, в три населенных пункта. Село Николаевское, как административный центр, потом село Пристань и село Привольное. На данный момент общая численность населения где-то 3200-300 человек. Вот так примерно. Вот весной буквально будет периодичность населения, уже будут более точные данные. А так, общий национальный состав у нас большинство жителей окорочается. Потом есть русские, есть белорусы. Но их мало сейчас. Белорусов там одна или две семьи. А русские там есть еще. И между собой они ладят очень даже хорошо. У нас там до сегодняшнего дня никаких конфликтов на почве национальности не было. В каких проектах и программах участвует поселение? И что сделано за последнее время по благоустройству? Буквально два года назад мы включили программу по благоустройству села комфортной среды. И мы там построили село Николаевское детскую площадку. А в этом году, с прошлого года, тоже вошли в программу. Встроим детскую спортивную площадку размером 30 на 60. И вот сейчас уже в стадии завершения. И на следующий год, я думаю, если у нас получится, я хочу включиться в программу. Но еще у меня же два села, чтобы в селе Пристань и в селе Привольном тоже построили хотя бы спортивные две площадки и зону отдыха. Ну, для детишек тоже детскую площадочку. Там качели, ламочки, чтобы комфортно было отдыхать с жителем. Хасам Мухачарович, есть ли проблемы, связанные с газоводоснабжением и электроснабжением? В первую очередь, у меня вот эти все проблемы, которые вы озвучили, по газоводоснабжению у нас почти 100% резкого газоводоснабжения. Проблемы отсутствуют. По электричеству то же самое. Вот сейчас как раз, кстати, мы влачили программу федеральную по замене электропорных столбов электрических по сроку службы. Так как они уже 90 годов, наверное, не меняли. И вот как раз благодаря этой программе у нас сейчас ведутся электромонтажные работы по электрике. А по воде, кстати, вот в этом году, то же самое по программе федеральной, строят два водозаборника, два резервуара. Мощностью каждый из них по 1000 кубов. И это как раз таки у нас будет дополнительный резервуар. В случае, если воду там где-то прорпуют или что-то будет, в аварийной ситуации, мы могли, чтобы население подать воду, хотя бы на сутки-два, я думаю, уже хватит. И насчет воды, вот единственная будет проблема по замене водопроводных труб. Так как они уже старые, ветки, я думаю, сейчас будем стараться тоже включиться в какую-нибудь программу. Вот есть же программа «Чистая вода», там, вот федеральная, включиться и постараться хотя бы понемногу заменить эту трубу. Одна из наболевших тем – это утилизация отходов. Как вы решаете этот вопрос? Был указ президента Российской Федерации, вот здесь с 19-го года мы должны были организовать вывоз мусора на утилизацию. Есть специальная организация, вот у нас «Глобус», как бы, и еще организация «Чистый город». Ну вот в этом году, в мае месяц, заключили с ним договор на вывоз и утилизацию такого. И благодаря этому мы уже, как бы, вот бывшие, которые у нас были из свалки, не санкционировали, мы это все ликвидировали. И, слава богу, и народ сам по себе уже стал задумываться, как бы беречь на дальше самим природу. Если мы не будем, дети не будут. И благодаря этой программе мы вот договорились, заключили договор и уже ввозят с трех населенных пунктов, в составе которого в нашем поселении. И программ нет уже. Бывает там, вот у них, например, один случай был, водитель, который работал с первого дня. Они же уже знают, как бы, улицы все, адреса. И он как-то заболел и не вышел, не смог. И вместо него новенького отправили, он, естественно, не успел охватить весь гост. И там одну улицу пропустил. Вылежал его. Ну, это все решено. На следующий день я им сказал, и они приехали в город. Всем ли жителям доступны современные телекоммуникации, сотовая связь, телевидение, интернет? В прошлом году у нас проводились работы по проведению интернета оптоволокного. Вот в этом году еще была программа федеральная обеспечения социальных вот этих объектов. Ну, туда ходит наша администрация, школы, три школы, ФАПы и больницы. Вот они уже подвели, и вот внутри сейчас идут уже внутренние работы по раздаче интернета. Вот по подключению. Так у нас, слава богу, есть и телефонные вышки, которые помогают лавировать связь. Так проблем нет у нас с интернетом, с телефоном. Хасан Мухаджирович, какие у вас дальнейшие планы по благоустройству территории? Сама такая проблема, можно сказать, мы все нуждаемся в строительстве детского сада для трех сол. Так как у нас демографический показатель вырос, слава богу. И вот у нас мы стараемся как-то размещать свои детишек в селе Знамике. Ну, так как уже прирост большой, и нам тоже очень много нуждаемся в строительстве детского сада. Вот я хочу вот как-то подключиться к этой программе, которая будет. И с помощью главы республики, и с главой района, я с чем-то моим предметом, и в общем, обсуждали эти вопросы. Ну, я думаю, в ближайшем будущем будем стараться подключиться. И еще вот у нас в селе Пристань школа маленькая, тоже здание старое. И обещали в 2024 году как бы начать строительство. Новой школы. А так в селе Привольном есть. Единственное, можно в культуре еще построить здесь получится. Ну, вот проблема у меня, как говорил, строительство детского сада. Хасан Мухаджирович, спасибо за участие в нашей программе и до новых встреч. Спасибо большое. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим выпуск. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Девчонки, они снова приехали. Шубы от Снежки в Черкесске, в Центре развития предпринимательства с 4 по 8 ноября. Рассрочка на 3 года без первого взноса и меховой жилет гарантирована в подарок. Ой, да с такими условиями я сама побежала. Все давно знают и выбирают сыр Ольда. Миру сыр. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Ищешь стабильную работу? Военная служба по контракту. Твой выбор. Достойное денежное довольствие. Обеспечение вещевым и продовольственным имуществом. Полный социальный пакет. Возможность получить жилье. Обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту. Доброе утро, сынок. Ты не забыл зубы почистить? Не забыл, что сегодня на тренировку. Так где моя спортивная сумка? А кровать заправил? И не забудь позаваться. И не забудь позаваться. Позвольте позаваться. Федеральная налоговая служба напоминает о необходимости оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря. Заплатить налоги, а вы чего не делали? Добро пожаловать. 77 лет назад, 2 ноября 1943 года, в один день весь карачаевский народ лишился родного дома. Почтить память людей, пострадавших в ссылке на мемориал жертв политических репрессий в Карачаевске приехал глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов, председатель Народного собрания Александр Иванов, представитель духовенства. Из Карачаевской репортаж Аллы Динаевой. Сколько бы лет ни минуло, пережитую карачаевцами в годы депортации боль невозможно описать и забыть. Жертвами трагедии в те годы стали женщины, старики и дети. И каждый год этот холодный ноябрьский день напоминает всем нам об улом. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев совершил обряд дуа по умершим в годы депортации невинным людям. А затем глава республики Рашид Тимрезов, спикер парламента Александр Иванов, премьер-министр Асланозов, представитель администрации Карачаевского округа и района возложили цветы к мемориалу. Сегодня день скорби. Народ незаслуженный, я бы сказал, был полностью переселен в Среднюю Азию. Этому были политические причины, интересы разных людей, разных народов, так сказать. Но благодаря Всевышнему народ выжил, вернулся, стал крепче. И я бы сегодня, просто эту историю надо помнить, чтобы она не повторялась. Хотел бы пожелать нашему народу, чтобы в дальнейшем таких поворотов судьбы у него не было. В те годы сыны карачаевского народа отважно защищали родину на фронтах Великой Отечественной. Житель Карачаевской, ветеран войны Баймурза Адмиевич Узденов, очевидец тех трагических событий. 77 лет назад они ехали в неизвестность за один день, лишившись родного крова. Нас привезли в Казахстан, в Сайрамский район, село Самсоновка, рассказывает дедушка. Как людоедов. Люди боялись нас. Ближе вагонов не подходили. 50-70 метров смотреть на нас, как на зверей. У них была и мука, и хлеб, и сыр, отары были, коровы доились, все было. Никто, понимаете, чего не давал без продажи. Девушка платье продает свое, ставит руку к кружу. Так относились. А потом плакали, когда мы уезжали. Плакали. Трудолюбием и честностью карачаевский народ завоевал заслуженное уважение жителей Казахстана и Средней Азии. И к нам люди с лицом повернулись к нам. К лицом повернулись. И мы ключевые все позиции, мы заняли в колхозе. Я бригадир тракторной бригады, Урзов-Фасен бригадир арешеводческой бригады, Апаев окоп коневодством занимался, Бустановы, три отары, овец, они занимались. Все ключевые мы взяли в руки и работали честно, добросовестно. Никакой хищения, никакой потери не было. Зато нас уважали, ценили и всю работу возлагали нам, выполнили. А три карачаевки удостоились самой высокой государственной награды, находясь в ссылке звезды социалистического труда. Сталинская национальная политика мало чем отличалась от гитлеровской. По официальным данным, за 14 лет депортации погибло 40% карачаевцев. Каждому проезжающему здесь этот монумент напоминает о боли целого народа. И в сердце каждого из нас есть такой же монумент памяти, который никогда не даст забыть о холодной осени 43-го года. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия, Крачевск. В Черкесске возобновил свою работу северный ковид-госпиталь на базе онкологического диспансера, рассчитанный на 200 куйкомест. На сегодняшний день, как отмечают в Министерстве здравоохранения, данное медучреждение полностью обеспечено всем необходимым для лечения больных коронавирусной инфекцией. С подробностями Альхан Лепшоков. Это уже седьмой ковид-госпиталь, который открылся в Карачаево, Черкесии. Заместитель министра здравоохранения Республики Владимир Селиванов вместе с сотрудниками медучреждения осмотрел все палаты. Начальник госпиталя Шамиль Шаманов подробно рассказал об оснащении больницы и методах лечения. Сейчас вы находитесь в палате для реанимационных больных, палате интенсивной терапии. На сегодняшний день реанимационное отделение на 35 койк рассчитано. Из 35 койк у нас все готово абсолютно. У нас имеются аппараты неинвазивной вентиляции легких. Это сейчас один из самых ходовых аппаратов ИВЛ для этих больных и самый используемый по всему миру. Это дозаторы шприцевые, необходимые для этих больных тоже. Здесь каждая кровать оборудована специальным монитором кислородной точки. Также установлены необходимые аппараты инвазивной вентиляции легких, которые очень необходимы для лечения тяжелобольных. Одна палата рассчитана на 5 койко-мест. В реанимационном отделении проходят лечения тяжелобольные. Мы с инвазивной вентиляцией легких, то есть для крайне тяжелых больных они используются. Абсолютно новое отечественное производство аппаратов ИВЛ. Причем вчерашняя конференция наследового-реаниматологов. Питер, Москва, все работают именно этими аппаратами ИВЛ. Очень довольны специалисты. А терапия рассчитана на 165 мест. Здесь 6 постов, в каждом отделении примерно по 30 койко-мест. Палаты также оборудованы необходимым. Терапевтическое отделение предназначено для тех, у кого болезнь протекает в более легкой форме. Это седьмой наш госпиталь на территории Карачаевской Республики. И в случае необходимости будем готовить восьмой госпиталь на базе Карачаевской ЦГРБ в городе Карачаевске. В целом, оснащенность как? Оснащенность достаточно. Ну, всегда хочется больше. Но для того, чтобы оказать сейчас эту помощь, без проблем для больных, все есть. Есть новые аппараты неинвазивной вентиляции легких, 12 штук. Есть аппараты инвазивной вентиляции, 4 штуки, 16 аппаратов. Есть 27 мониторов наблюдения. Квалифицированный медперсонал оснащен необходимыми СИЗами. Также в зеленой зоне, где находятся сотрудники госпиталя, установлены специальные душевые кабинки и бочки для смачивания комбинезонов. Работники уверены, что хорошо сложенная работа позволит оказать необходимую помощь для лечения больных ковидом. Аляхалип Шоков, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас реклама, а позже мы продолжим. Минбанк.ру Или приходите в офис Московский индустриальный банк. Девчонки, они снова приехали! Шубы от Снежки в Черкесске, в Центре развития предпринимательства с 4 по 8 ноября. Рассрочка на 3 года без первого взноса и меховой жилет гарантирована в подарок. Ой, да с такими условиями я сама побежала! Биберлэнд. Миру сыр. Роскачество. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Военная служба по контракту. Твой выбор. Обращаться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту. Доброе утро, сынок. Ты не забыл зубы почистить? Не забыл, что ты сегодня на тренировку. Так где моя спортивная сумка? А кровать заправил? И не забудь позаваться. И не забудь позаваться. Федеральная налоговая служба напоминает о необходимости оплатить имущественные налоги не позднее 1 декабря. Уважаемые взрослые, а вы чего делали? Добро пожаловать. Указом президента Республики Абхазии Асланом Бжане орденом честь и славы третьей степени награжден наш земляк Олег Абубикевич Аргунов. Вручение проходило в ауле Алибердуковском в здании музея адыгской истории. Один из руководителей Совета старейшин черкесского народа Абубанов напомнил присутствующим о беспрецедентной поддержке братской Абхазии жителями черкесских аулов во время грузино-абхазского конфликта. В период драматических событий хабесским районом руководил Олег Аргунов. И именно им был выработан четкий алгоритм действий по приему и размещению беженцев. Олег Абубикирович носит звание почетного гражданина Абхазии и продолжает помогать ее жителям. Совсем недавно на средства хабесского гипсового завода, руководителем которого он является, была отремонтирована школа в городе Ткварчал. Конечно же, когда мы приходим, говорим об Абхазии, то возвращаемся к тем трудным временам, когда проходили бои в Абхазии. Мы провожали добровольцев, мы помогали Абхазии, мы принимали людей, откуда они жили, которые были беженцами. Большинство это был Ткварчал, потому что Ткварчал был окружен, не хватало хлеба. И вот последний раз, когда я был, мне ребята рассказывали, как одеждали позывной хабес. Раз позывной хабес есть, то принесут, привезут обязательно что-то поесть. И было время, когда, говорит, мы собрались уже и решили сдаться. И тогда появились другие, более сильные, и сказали, нет, в таком тяжелом состоянии находиться Ткварчал. И безусловно, не только я, но и все люди Карачаева-Черкесии и прежде всего Хабесского района, мы старались помочь Абхазии. Некоторые из них владеют искусством фланкировки шашкой, другие разберут и соберут автомат Калашникова за считанные секунды. Все это молодые казаки продемонстрировали на спортивных состязаниях, посвященных 324-й годовщине образования кубанского казачьего войска. На спортивном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Александр Коваленко продолжит. По традиции, перед началом доброго дела казаки воспевают в молитве Царя Небесного. Как отметил и Ирей Никольского собора Александр Гурин, в подрастающее поколение необходимо вкладывать все самое доброе и светлое. Военная подготовка, которую они проходят, соревнуясь друг с другом, важна и с точки зрения патриотизма. Они вырастая принимают все то, что мы им передаем через наш опыт. И защита нашей Родины, это их прямая обязанность. А в армию предстоит молодым казакам отправиться уже совсем скоро. И вот там ребятам придется показать свои боевые навыки и физическую подготовку. А пока еще есть время, и они с интересом впитывают знания, которые дают им их старшие наставники. Сегодня они узнали о классификации, устройстве и принципе действий мин, разновидностях гранат. Это в основном кумулятивная граната. Когда ее кидаешь, она падает сверху, на танк прожигает броню, и внутри кто есть, тот погибает. А вот эти навыки ребятам предлагают довести до автоматизма. Поэтому каждый попробовал собрать и разобрать автомат на время. А все это делается для того, чтобы солдат знал, что его оружие в полной готовности. Поэтому бойцы должны быть с автоматом Калашникова на «ты». Среди тех, кто посмелее и активнее, сегодня Артур Агоев. Ряды казаков он пополнил чуть более месяца назад. Его результат по неполной разборке и сборке автомата Калашникова составляет 35 секунд. Года два, по-моему, я состоял именно в штабе. И за это время тоже многому научился. Эти навыки пригождаются мне. И тут я понимаю, что казачество и этот штаб, они очень схожи между собой. Мне кажется, максимально похожи. Поэтому мне тут тоже комфортно. Атаман Баталпашинского городского казачьего общества Александр Зинченко закрепил старшего за ребятами, который автомат Калашникова в руках держит впервые. Они узнали, как отсоединяется магазин, шомпол, как извлекается возвратный механизм. То есть все детали. Также мальчишки попробовали себя в стрельбе из пневматического оружия. Проведение таких мероприятий, чтобы приучать молодых казачат к службе в армии, чтобы они хотя бы понятия имели, придя в армию о воинской службе. Показал в этом навыке высокий результат и Олег Макаренко, выполнив манипуляцию за 33 секунды. В планах юного казака поступление в военно-морское училище, где все это ему пригодится. Я научился его разбирать еще в лагере. Раньше в Ессентуках на базе ДОСАВ проходил лагерь «Сотник казачий». И там нас научили собирать и разбирать автоматы. На «Отлично» Олег владеет искусством фланкировки шашками, техникой кругового боя. Ведь мальчишка из рода потомственных казаков. Все ребята, принявшие участие в спортивном мероприятии, были отмечены грамотами. Александра Коваленко, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. В рамках профилактических мероприятий сотрудники госавтоинспекции Межмуниципального отдела внутренних дел Карачаевский совместно с юными коллегами из отряда ЮИД провели информационно-пропагандистскую акцию, призванную повысить культуру безопасности поведения как водителей, так и пешеходов. Ахмад Халкевич подробнее. В ходе акции полицейские и их юные друзья, активисты движения «Юные инспектора дорожного движения» вышли к пешеходным переходам города. ЮИДовцы, обращаясь к водителям, призывают их не нарушать права пешехода, а тех, в свою очередь, просят неукоснительно соблюдать правила безопасного перехода проезжей части. Как реагируют взрослые, когда вы обращаетесь к ним, призываете соблюдать правила безопасности, будь то водителем или пешеходом? Реагируют нормально, принимают то, что мы им говорим, и говорят хорошо. Ну, думаю, они потом, наверное, и слушают. А благодарят? Да. За вашу работу? Да, спасибо, говорят. Помимо административной ответственности невнимательных пешеходов, главный пропагандист Межмуниципального отдела МВД Карачаевский Диана Джужуева взывает еще и к совести. Прошли на красный цвет. Почему мы это сделали? Не заметил? Нарушитель пообещал, что впредь будет крайне внимательным и пожелал поскорее выйти из кадра нашей телекамеры. Цель акции, как говорят организаторы, повышение грамотности всех участников дорожного движения и работа на упреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Благодаря нашим мероприятиям, таким акциям, у нас количество ДТП с участием пешеходов уменьшилось в два раза. Мне кажется, что мы смогли добиться того, что мы хотели. А вот ученица четвертого класса первой школы Карачаевска Салима Артабаева способна дать ликбиз по ПДД многим взрослым. Уже четыре года она сама ходит в школу. И, как поведала сама школьница, ни разу в жизни не нарушала правила безопасного перехода проезжей части. Машина останавливается только на цветофоре или на зебре. А в неположном месте нельзя переходить дорогу. И ты вообще не переходишь? Нет зебры? Нет перехода? Нет, не перехожу. А почему? Потому что машина может сбить. Ахмат Калкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. В Карачаево-Черкесии состоялась эко-акция «Чистый Домбаев», в которой приняли участие представители администрации поселка, волонтеры и сотрудники Тибердинского заповедника. Уборка прошла на склоне горы Муса-Ат-Читара. В акции приняли участие и наши корреспонденты. Аслан Гирюгов подробнее. Туристы круглый год посещают курорт Домбай, но, к сожалению, не все отдыхающие убирают за собой мусор. Название акции «Чистый Домбай» говорит само за себя. Организаторы мероприятия призывают беречь окружающую среду каждому жителю и всем гостям нашей республики. Участники акции спускались пешком по склону горы Муса-Ат-Читара и собрали весь мусор. Сотрудники биосферного заповедника отметили, что было найдено очень много бытовых отходов, которые не разлагаются и сотнями лет отравляют почву. Когда туристы приходят, видят чистую природу, у них желание мусорить тоже пропадает. Для природы это имеет важное значение. Почему? Потому что мы сегодня убираем, в основном, вот вы видим, да, мы, это в основном бытовой пластик, который не разлагается, оно там десятилетиями будет гнить, оно будет заражать почву и воды, и подземные воды, и грунтовые воды, всякими фенолформадигитными смолами. Приезжающим туристам тоже хотелось бы сказать, чтобы они бережно относились к этой природе, любовались нашими горами, нашей природой, но весь мусор, особенно пластик, как бы бытовой, не разлагающий, не оставляли в горах, уносились с собой. За весь сезон Донбай посещает тысячи туристов. Если каждый будет внимательнее и бережно относиться к окружающей среде, прекрасный всесезонный курорт будет радовать их еще многие годы. Стоит отметить, что данная экоакция стала уже традиционной. Многие люди охотно принимают в ней участие, что показывают, с какой любовью они относятся к одним местам. Несмотря на непогоду, все дружно вышли и занялись уборкой территории. Донбай убирается периодически, но мусора все равно хватает. Поэтому мы решили принять свое посильное участие, оказать помощь в уборке территории. Место популярное у туристов, и территория должна содержаться в надлежащем виде. Акции проводятся весной, после схода снега, летом в туристический сезон, и по окончании туристического сезона, вот в октябре-ноябре. Уборка – лишь первый шаг в подготовке к зеннему сезону. Впереди еще много проверок техники гостиниц. И когда все это пройдет инспекцию, знаменитый на всю Россию Донбай будет готов принять новых туристов. Это вся информация, подготовленная нашими корреспондентами к итоговой программе событий недели. Я благодарю вас за внимание, и пусть в ваши дома приходят только добрые вести. Будьте с нами. До встречи.